Здравствуйте! Вы на моем канале Домашнее Подворье. Постоянные подписчики обратили внимание на то, что долго не было новых видео. На самом деле отснято много материала. Теперь делюсь с вами проверенными результатами. Тема – сад. Лет 6 занимаюсь обновлением сада. Заложены виноградные зоны, фруктовые деревья, ягодник и розарий. В этом видео разговор о винограде. В саду есть сорта от прадеда, оставлю их как память для коллекции. Есть арки, где лозы уже плодоносят, и новые для моего сада сорта. Эту зону виноградника заложили в ноябре 2019 года. На канале есть видео о распаковке саженцев от Руслана, ссылочку оставлю внизу. Посадочные ямы готовили заранее – 70 на 70 на 80. На дно перегной с золой и слой земли сверху. Прикрывали ямы чем было, чтобы коры не загребли раньше времени. Они любят похозяйничать в саду. Саженцы пришли в конце ноября, поэтому их сразу садили и укрывали на зиму. На видео видно – почка ниже уровня земли, и сверху насыпали земляной холмик сантиметров 30. Для наших зим этого достаточно. Температуры около минус 20 могут опускаться недели на две. Ниже 30 бывает очень редко. Снежный покров непостоянный. Смена положительных и отрицательных температур – обычное дело. Весной в апреле убрали землю до почки, поставили защиту. Такая защита защищает и от возвратных заморозков, и от жесткого солнца, и от собаки-птиц. Только когда идут сильные или затяжные дожди, нужно следить, чтобы не заливало лунку и проветривать от лишней влаги. Саженцы проснулись, кто раньше, кто позже. Пошли в рост. Дальше – уход. Полив от грызунов антихрущ 10 мл на 10 л воды. Сначала лунку пролить водой, затем 0,5 л рабочего раствора антихрущ и сверху еще 1 л воды. Такая обработка первые 2 месяца, каждые 2 недели. Противогрибковый полив на этих саженцах не применяла. У них мощные вызревшие корни. В такой защите нуждаются молочные корни вегетирующих саженцев. Общий полив проводится по мере подсыхания почвы. Под корень первые 3-4 года подкормки не делаю. Все обработки для роста. И от болезней провожу по листу, комплексно, по всему винограднику. Осенью стандартная влагозарядка. И после первых легких заморозков укрытие на зиму. Лозу пригибаю и укрываю землей. Первые 2 года куст приживается и набирает силу. К 3-му году для правильного развития куста нужно обязательно обустроить многоуровневую арку. Это очень коротко о работе на этом участке виноградника за 2 года. На самом деле были разные ситуации. И возвратные заморозки весны 20-го. Летняя жара. В 2021 году нас заливали дожди с мая по июль. Без перерывов. А рядом пруд. К слову сказать. Полюбуйтесь, какая красота. Здесь я ловлю рыбу. Планирую делать обзор моего виноградника по сортам. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Подписывайтесь на канал.